Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Преображение» в студии Наталья Драчева. Коротко о главных темах нашего выпуска. Заступница усердная. В Челябинске отметили день Казанской иконы Божией Матери. Литургия в Адигитревском монастыре. Митрополит Алексей поздравил сестер и прихожан обители с праздником Иверской иконы Богородицы. Покровский храм в поселке Первомайский. На воскресную службу правящий архиерей привез икону, перед которой молятся от коронавируса. 4 ноября православные верующие отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот образ связывают с избавлением нашей страны от польских интервентов в смутное время. Именно на эту дату приходится День народного единства. Для прихожан Кафедрального собора Казанская – престольный праздник, и они встретили его с правящим архиереем. 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери митрополит Челябинский Мяский Алексей возглавил Божественную Литургию в Свято-Симеоновском Кафедральном соборе. Южный предел храма освящен в честь этого образа Пресвятой Богородицы. Казанская икона особо любима в нашей стране. Ее списки есть практически в каждом православном храме и в каждой верующей семье. Осеннее празднование казанского образа Божией Матери установлено в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году. В то смутное время Россия подверглась нападению польских войск. По призыву патриарха Ермогена русский народ объединился и встал на защиту Родины. Из Казани в ополчение был прислан чудотворный образ Богородицы. Воины наложили на себя трехдневный пост и обратились ко Господу и его предчистой матери за помощью. Молитва была услышана. Русские войска освободили Москву от захватчиков. Это напоминание о том, что мы с вами, дорогие мои, должны молиться и просить о том, чтобы Господь хранил наше Отечество. Именно наши молитвы, именно наши труды, именно наши дела способны избавить нас от тех проблем, которые мы наблюдаем в настоящее время. За богослужением архипастры вознес молитвенные прошения о прекращении распространения коронавирусной инфекции. В этот же день состоялась пресвитерская хиротония. Диакон Сергий Мишнев был рукоположен в сан священника. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Архиерей возложил на него руки. В этот момент архипастрь молитвенно призывает на посвящаемого Святого Духа. По словам Иоанна Златоуста, возлагает руку человек, а все делает Бог. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После молитв владыка Алексий вручил отцу Сергию священнические одежды. И Петрахиль, пояс и филонь, а также служебник. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В этот день алтарь Свято-Семеновского собора был весь залит солнцем, что еще больше подчеркивало радость праздника и таинство священства. Митрополит Алексий в завершении службы назвал Хиротонию видимым покровом Царицы Небесной. В день, когда Церковь вспоминает великое заступничество Матери Божией, ее ряды пополнил еще один воин, готовый посвятить свою жизнь служению Богу, людям и Отечеству. Иверскую икону Божией Матери в конце октября чествовали в Адигитрисском монастыре Челябинска. До революции здесь находился особо чтимый образ Царицы Небесной. Подробнее в нашем материале. Праздник Иверской иконы Божией Матери торжественно встретили в Адигитрисском женском монастыре. Божественную литургию в храме иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость возглавил митрополит Челябинский и миасский Алексей. Дни Иверской иконы празднуют несколько раз в году. Образ, который неизменно пребывает на святой горе Афон, почитается верующими во всем мире. На протяжении веков он прославился многими чудотворениями. 26 октября церковь вспоминает события 1648 года, когда в Москву с Афона прибыл список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Свой список был до революции и в Адигитрисском монастыре. В 1881 году по заказу игумени Рафаили для нашего монастыря на святой горе Афон была написана Иверская икона Божьей Матери. Это была большая святыня, она была доставлена сюда в Челябинск. И промыслом Божьим эта икона сохранилась. Она сейчас находится в Кривическом музее. И вот, когда есть возможность, мы приходим с сестрами. Песнопение Божественной Литургии исполнял хор Адигитрисского монастыря. А в завершении богослужения владыка Алексей и духовенство пропели величание Пресвятой Богородицы в центре храма. И все вместе с прихожанами исполнили композицию «Царица моя приблагая». В своей проповеди митрополит Алексей подчеркнул, что, конечно, мы можем обращаться к Матери Божией в любых просьбах. Но лучше всего просить ее о покаянии и исправлении нашей жизни. В дни ограничений из-за пандемии коронавируса правящий архиерей призвал усерднее молиться и совершать больше добрых дел. Сейчас многие люди окажутся в сложной ситуации, необычной, что никто даже не сможет им помочь. И продукты они сами сходить не смогут купить. И какие-то нужды житейские исполнить они не смогут. Вот давайте мы увидим этих людей вокруг себя и станем для них такой палочкой-выручалочкой, подпорочкой, которая в эти поможет пережить эти несколько дней, которые необходимы нам для нашего здоровья. Владыка Алексей поблагодарил игуменю Евсевию Лобанову, сестер и прихожан, за совместную молитву и благословил настоятельницу обители на дальнейшие труды. Монастырь начинает большое дело – строительство собора. Он будет освящен в честь Адигитревской иконы Божьей Матери. Котлован уже, можно сказать, что в большей части выкопан. Надеемся, что с весны начнем готовить под заливку фундаментную плиту. Она будет очень большая, на ней будет стоять храм. Это особенность конструкции нашего нового храма. Ведь он будет очень большой и вместительный. С открытием в Ленинском районе женского монастыря вокруг него активно началось жилищное строительство. Храм, который изначально располагался на монастырской заимке, вдали от городской суматохи, не рассчитан на такое количество прихожан. В воскресные и праздничные дни в нем уже очень тесно. Строящийся собор вместит тысячу человек. А верующие поселка Первомайский под Коркино молятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году приход отметил свое 25-летие. На воскресную литургию к верующим приехал митрополит Челябинский-Миаский Алексий. Во дворе храма в поселке Первомайский правящего архиерея встречает юный прихожанин с шариками и приветственным стихотворением. Митрополит Челябинский-Миаский Алексий совершил воскресную божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский. Правящему архиерею сослужили секретарь Челябинской епархии, протеерей Игорь Шестаков, благочинный Копейско-Коркинского округа протеерей Виктор Вавилов, настоятель Покровского храма и иерей Дмитрий Бакка. Священнослужитель руководит епархиальным отделом по работе с казачеством, поэтому вместе с прихожанами молились многочисленные представители казачества. Богослужебные песнопения исполнял мужской хор храма в честь иконы Божией Матери достойно есть города Миаса под управлением иерея Макария Шиповского. Прихожанам Покровского храма митрополит Алексей привез икону преподобного Никифора Прокаженного с частицей мощей. Святой получил от Бога особую благодать – исцелять больных во время эпидемии, в том числе коронавируса. Жители поселка смогли приложиться к образу и попросить заступничества угодника Божия. Правящий архиерей подчеркнул, что чудесные явления случаются и в нашей жизни, но нужно правильно к ним относиться. Мы видим множество милости Божией, которую Господь нам изливает. И ищем этой милости, ищем чудес. Ищем чудес. Но когда даже Господь для укрепления нас верит, для помощи нам эти чудеса посылает, мы очень быстро забываем о них. Мы забываем о них очень быстро. И мы ищем чудо не ради пользы душевной, а ищем чудо ради чуда. И это говорит о том, что, конечно же, идет отступление от веры в Бога. На литургии в этот день была прочитана евангельская притча о богаче и Лазаре. О ее смысле прихожанам рассказал настоятель храма Иерей Дмитрий Бакка. Не будем все свое купование полагать на житейский комфорт. Для того, чтобы утешить Лазаря, нужно выйти из зоны своего комфорта. Нужно помочь Лазарю хотя бы немножко от своих щедрот. Православная община в Первомайском возникла в 90-х. Сначала молились в небольшом доме, с 2005-го богослужения начались уже в новом храме. Настоятели и прихожане благоустроили территорию вокруг церкви. Есть своя воскресная школа. Уютный, красивый храм, покрова Пресвятой Богородицы, украшение рабочего поселка. Всю программу мы посвятили образом Пресвятой Богородицы. В завершении выпуска прозвучит песнопение в исполнении мужского хора «Храма в честь иконы Божией Матери достойно есть» под управлением Иерея Макария Шиповского. На литургии в Челябинском храме Иерусалимской иконы певчие исполнили греческий православный гимн Пресвятой Богородицы под названием «Агнень невестная». На этом, дорогие телезрители, наш выпуск завершен. Пусть покров Матери Божией пребывает с вами. Будьте здоровы и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok